Всем привет! Меня зовут Вова. Я наконец-то получил GoPro 65. Сегодня я о ней вам расскажу, а также мы ее с вами распакуем. Поехали! Эту камеру я купил на официальном сайте gopro.com. Камера мне пришла из Нидерландов, а компания, которая ее доставляла, называется FedEx. Я намучился, если честно, с доставкой и получением этой камеры. Я ждал ее полтора месяца. И в следующих видео я обязательно вам расскажу о том, как получить товар из-за границы в Украину и страны СНГ, Беларусь, Россия и Украина. Потому что у нас недостаточно просто оплачивать товар и ждать его пару дней, чтобы получить. Существуют еще таможенные сборы и право на интеллектуальную собственность. И в ближайших видео я об этом вам расскажу. В упаковке нет ничего интересного, поэтому она нам больше не нужна. Камера доставлялась вот в таком защитном чехле. Это как некая пленка. Давайте мы ее снимем, чтобы достать в камеру. GoPro Session 5. Вы у меня спросите, почему я остановил свой выбор именно на этой камере? Почему я не выбрал пятерку или 4 Black Edition? Потому что пятая это самая компактная камера в линейке GoPro. А мне важна компактность в камере, потому что этой камерой я буду снимать в логе и она всегда будет со мной. И чем меньше места она занимает, тем лучше. А камера GoPro Session очень маленькая, поэтому мне нужна именно она. Почему я не выбрал четвертую? Потому что четвертая более слабая и там не было 4К и не было стабилизации. В общем пятая гораздо лучше, чем Session 4. На передней стороне мы видим саму камеру, которая находится в упаковке, а также здесь указано, что камера может снимать видео в 4К, а также фотографии 10 мегапикселей. На левой стороне мы видим перечень преимуществ этой камеры над другими камерами GoPro. Здесь мы можем управлять голосом, а также есть цифровая стабилизация. Также вместе с этой камерой GoPro представили свое улучшенное приложение, с помощью которого мы можем редактировать и загружать видео в облако. Эта функция стоит 5$ в месяц. Также мы можем скачать приложение для Apple Store и Google Play. На этой же стороне находится перечень того, что содержится в этой упаковке. Сама камера, а также бокс, с помощью которого мы можем крепить его на штативы. Также есть два крепления, одно для шлема, а другое для ровной поверхности. На дне коробки находится штрих-код, а также серийная какая-то надпись и сама пленка. Давайте мы ее с вами наконец распакуем и посмотрим, какая же она внутри и что входит в комплект. Для этого я, пожалуй, возьму нож, чтобы ее распечатать. Открывается она достаточно легко. Достаточно просто разрезать наклейку, которая отделяет меня от заветной камеры. Затем мы открываем коробку и здесь мы видим еще один этап блокировки. Давайте оторвем эту пломбу и наконец-то достанем GoPro. Здесь есть специальный язычок, мы за него тянем и камера достается из коробки. Коробка нам, по сути, больше не нужна. Теперь мы переходим к распаковке содержимого камеры GoPro Session 5. Кстати, забыл сказать, коробочка прорезиненная, такая приятная на ощупь. А эта штука сделана из пластика. Лисовая сторона этой коробки полностью белая, здесь нет никаких надписей. С этой стороны логотип компании GoPro, а с этой стороны как достать камеру. Давайте мы это сделаем с вами. Я еще не до конца разобрался, как это все работает. Камера очень маленькая и хочу сказать, что она довольно-таки тяжеловата на самом деле. Я не знаю, сколько она весит, но ощущается в руке, то есть она не очень легкая. Но камеру мы откладываем в сторону, потому что сейчас давайте посмотрим, что находится в коробке. Комплектация не очень густая, на самом деле здесь всего пару всякого. И меня очень интересовал вопрос, есть ли здесь код на пробный период в новое облако GoPro, которое позволяет выгружать видео в облако и редактировать его в приложение. В GoPro 5 обычной большой версии. Этот код есть, не знаю, есть ли он здесь. Давайте посмотрим. Здесь находится краткая инструкция, как можно крепить камеру, как ее доставать, включать, как менять режимы. Но это мы, кстати, излучим, потому что это мой первый продукт из компании GoPro. И я совершенно не знаю, как это все работает, буду разбираться, читать. Кстати, инструкция на двух языках. С одной стороны на английском, а на другой стороне на французском. И все-таки нет, здесь нет никакого кода на бесплатный промо-тест облака. К сожалению, все, что здесь у нас находится, это черные наклейки GoPro. Также здесь есть инструкция, только английский язык, других языков нет. Все, здесь больше ничего нет. Инструкции две и наклейки. Все, это мы откладываем в сторону. Дальше мы открываем саму коробочку. И здесь мы видим две наклейки на шлем. Это изогнутая наклейка, которую можно прикрепить на шлем. А это плоская, на плоскую поверхность, на стену или еще куда-нибудь, на стекло какое-нибудь наклеить. А также здесь идет новый провод, который позволяет зарядить камеру от разъема USB, от ноутбуков или еще от каких-то устройств, от пауэрбанков и так далее. Давайте посмотрим на длину этого провода. Какая же у него длина? Мне кажется, где-то полметра. Он очень короткий. Да, он где-то полметра, потому что моя зарядка от iPad намного длиннее, чем этот провод. Видимо, здесь полметра. К сожалению, это все, что есть в комплекте. Больше в коробочке ничего нет. И это на самом деле проблема, потому что я люблю заряжать устройство непосредственно через вилку, то есть из розетки, а не через ноутбук. Верхняя часть коробки, она очень маркая, сделана из глянцевого пластика. Отпечатки моих пальцев остаются. И это не есть хорошо. Хотя, ладно, я ее помещу обратно в коробку и просто не забуду. Давайте мы ее с вами включим. Интересно, есть ли здесь заряд? Нажимаем на кнопку. И, кстати, просто достаточно нажать на кнопку и запись видео автоматически начнется. Нажимаю и ничего не происходит. Я даже держу ее. Все равно никакой реакции камеры нет. Ага, для начала нужно вставить карту памяти. Я предварительно купил карту памяти и сам диск на 32 гигабайта, которая позволяет снимать 4К. То есть я буду использовать полные возможности этой малышки. Кстати, это не последнее видео на тему камеры GoPro Session 5. В ближайших видео я расскажу о аксессуарах, которые идут к камере GoPro, которые я заказал на сайте Алиэкспресс. Также распаковываем с вами карту памяти в сам диск. Карту памяти нужно засовывать цветным вниз. Засовываем до тех пор, пока не услышим соответствующий звук. Я только что вставил карту памяти в камеру. Кстати, если вам интересно посмотреть распаковку аксессуаров к ней, а также карты памяти, тогда подписывайтесь на канал, потому что скоро выйдет это видео. Итак, давайте первый раз включим камеру. Нажимаем на кнопку, она здесь, кстати, единственная. И произойдет ли хоть что-нибудь. Давайте подержим. Почему ничего не происходит, я не понимаю. На что развяженная? Давайте снова обратимся к инструкции. По всей видимости, мне нужно позарядить камеру для того, чтобы ее использовать. Заряжаю я ее от ноутбука, потому что вилки для розетки в комплекте нет. Я кое-как сейчас зарядил камеру для того, чтобы доснять это видео. Давайте же мы ее протестируем. GoPro, старт рекординг. Всем привет, вы меня видите и там, и здесь. Это первое видео, которое я снимаю на камеру GoPro Session 5. Не знаю, как оно получится. Запись идет в 1080p. Количество FPS я не знаю. Также тестируем с вами микрофон, потому что это мое первое видео, снято на эту камеру. Это я на полностью вытянутой руке, а это в полуизгибе. Не знаю, как будет лучше, будем проверять, тестировать и смотреть, и выбирать лучший вариант. GoPro Stop Recording. И камера автоматически выключается. То есть, достаточно просто нажать на эту кнопку, камера включается и начинает снимать видео. Если нажать на кнопку, камера перестает снимать видео и автоматически выключается. Для того, чтобы включить Wi-Fi и подсоединить ее к приложению, на мобильном устройстве достаточно нажать на вот эту кнопку. И затем появится Wi-Fi, и мы сможем подключиться к девайсу. Перекинуть фотографии и видео. На этом, думаю, можно заканчивать видео. Сегодня мы с вами распаковали камеру, а также впервые я ее потрогал, посмотрел. И мы записали с вами первое видео. Если вы хотите узнать, как снимать эта камера на улице и вообще в качестве влога, можно ли ее использовать, переходите на мой второй канал Buraland. Ссылка есть в описании. Я снимаю ежедневные влоги, новые видео каждый день в 7 часов утра по Москве. Также на этом канале SunStudio скоро выйдет распаковка аксессуаров в камере, а также карты памяти. Поэтому подписывайтесь и ждите уже в следующий понедельник. Мы с вами увидимся на этом канале. С вами был я, Вова Мура. Всего вам хорошего и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok